Избавились от марионетки. Что говорят о выходе Байдена из президентской гонки? Байден выходит из президентской гонки. Что это меняет? Президент США Джо Байден вечером 21 июля заявил, что не станет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах главы государства в ноябре. Это решение нельзя назвать неожиданным. Состояние здоровья 46-го президента США в последнее время вызывало вопросы. А провальное выступление на недавних теледебатах с Дональдом Трампом лишь усилило подозрения касательно когнитивных способностей американского лидера. Тем не менее, Байден до сих пор считался основным претендентом на пост президента США от демократической партии. Кроме этого, по данным социологических опросов, именно Байден и Трамп являлись фаворитами на предстоящих выборах. До голосования остается чуть более трех месяцев, а значит, демократам придется определиться с выбором нового кандидата. На это место уже есть претенденты. Среди них вице-президент США Камала Харрис, кандидатуру которой поддержал сам Байден. Байден сходит с дистанции, что известно. О своем решении выйти из борьбы за пост президента на предстоящих выборах Байден сообщил вечером в воскресенье в соцсети Икс. «Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — говорится в заявлении Байдена. Позже было опубликовано еще одно сообщение в Икс, в котором Байден заявил, что намерен сосредоточиться на выполнении своих текущих обязанностей президента в оставшийся срок. Он также предложил в качестве кандидата на пост президента Камалу Харрис. «Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — написал Байден. Как отметил американский телеканал CNN, никогда еще в истории США президент не покидал гонку так близко ко дню выборов. Решение Байдена телеканал называет резким поворотом. Ведь этому предшествовали месяцы политической борьбы. И даже неудачное выступление на теледебатах, казалось, не изменит планы Байдена. Однако решение принято. При этом для оглашения одного из самых важных решений в современной американской политике, 46-й президент США почему-то выбрал очень скромный способ — через социальные сети. «Это высокорискованная авантюра для демократов. Перезапуск кампании с новым кандидатом всего за 107 дней до выборов. Это происходит, когда избирательная кампания Трампа находится на самом пике», — отмечает CNN. Сменили марионетку. Как восприняли в США? В телефонном разговоре CNN через несколько минут после того, как Байден объявил о своем выходе из президентской гонки, Дональд Трамп охарактеризовал своего экс-соперника как худшего президента за всю историю страны. Он также заявил, что Харрис будет легче победить, чем Байдена. Позже в соцсети True Social Трамп написал, что Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента. По его мнению, США сильно пострадали за время президентства Байдена. Однако Трампу, видимо, недостаточно того, что Байден отказался от участия в президентской гонке. Он хотел бы, чтобы президент покинул свой пост досрочно. «Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо. Он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной», — заявил Трамп. Аналогичного мнения придерживается кандидат вице-президента от республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. «Все призывают Джо Байдена перестать участвовать в президентской гонке, при этом не призывая к тому, чтобы он оставил президентство, наполненное абсурдным уровнем цинизма», — написал он в соцсети X. «Ему следует покинуть свой пост прямо сейчас». С призывом к Байдену покинуть пост президента обратился и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. «Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал Джонсон в X. «Губернатор Флориды, который ранее снял свою кандидатуру в предвыборной гонке, Рон Десантис, сравнил ситуацию в демократической партии с обстановкой на лайнере «Титаник». «Демократы просто переставляют шезлонги на «Титанике», — написал он в соцсети X. При этом Десантис заявил, что ответственность за кризис на южной границе США несет Харрис, которую Байден прочит в президенты. Однако были и те, кто поддержал Байдена. Так губернатор Мичигана Гретхен Уитмер поблагодарила президента за проделанную работу. Она также сказала, что ее цели останутся прежними — делать все возможное, чтобы остановить Дональда Трампа. Руководитель фракции Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис похвалил Байдена за десятилетия верной службы на его государственных постах. Президент Джо Байден — один из самых опытных и влиятельных лидеров в американской истории. Менее чем за один срок он спас нацию от пандемии, которая случается раз в столетие, спас экономику, которая была на грани рецессии, принял важные для обычных американцев законы и спас нашу демократию, победив ее главного противника, — приводит слова Джеффриса Би-Би-Си. Решение Байдена прокомментировал бывший президент США Барак Обама. Он считает, что данный шаг стал одним из самых трудных в жизни Байдена. Интересную мысль высказал американский предприниматель Илон Маск. «Настоящие власти избавляются от старой марионетки в пользу той, у которой есть шансы одурачить общественность», — приводит слова Маска ТАСС. При этом он отметил, что Трамп не является марионеткой, поэтому его боятся те, кто стоит у власти. А понимал ли Байден, что подписывает? Что говорят в мире? Одним из первых зарубежных политиков, прокомментировавших решение Байдена, стал член Британской палаты «Общин», лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж, сообщает Би-Би-Си. Он сказал, что решение Байдена уйти в отставку, так же, как и кандидатура его преемника, значения не имеют, потому что Трамп победит в любом случае. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и бывший премьер Риши Сунак заявили, что они с уважением относятся к решению Байдена. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Байден достиг многого — для своей страны, для Европы и для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало более тесным, НАТО сильнее. А США остаются нашим хорошим и надежным партнером. Его решения заслуживают уважения, сказал Шольц. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Байден сумел принять непростые решения, благодаря которым Польша, США и мир стали безопаснее, а демократия сильнее. За непоколебимую поддержку Украины в конфликте с Россией Байдена поблагодарил Владимир Зеленский. За последние годы было принято много важных решений, и они запомнятся как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена, сказал Зеленский. «Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за его лидерство». Между тем депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил мнение, что Трамп в случае своего переизбрания заставит уйти в отставку Зеленского, полномочия которого официально истекли после 20 мая. «Думаю, он заставит уйти нашего президента в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками», – приводит слова Шевченко ТАСС. «Натто навсегда нам закрывает двери. В ЕС нас никогда не возьмут из-за нескольких стран, прежде всего Польши и Германии. Русский язык станет официальным языком межнационального общения. С Бандерой придется попрощаться. Во многих смыслах радикальные деятели будут вынуждены покинуть территорию Украины», – предполагает депутат. Решение Байдена выйти из президентской гонки прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила, что сценарий развития ситуации в США является внутренним делом этой страны. Россия не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы. Вместе с тем она отметила, что Байден на протяжении трех с половиной лет непонятно каким образом принимал решения, которые в итоге привели к мировому кризису в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом никто не знает, понимал ли Байден, что подписывает. Захарова считает, что необходимо провести расследование сговора американских СМИ и политиков, которые скрывали правду о ментальном здоровье Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Лайф» отметил, что до выборов в США еще долго, многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше, сказал он. Песков добавил, что у России в приоритете достижение цели СВО, а не результаты выборов в США. Харрис в президенты. Кто заменит Байдена? С выходом Байдена из предвыборной гонки демократы оказались в непростой ситуации. Им не просто нужно выбрать нового кандидата, а найти того, кто сможет составить конкуренцию Трампу. Отметим, что Трамп является фаворитом гонки, а недавнее покушение лишь добавило ему популярности. По данным газеты The Washington Post, группа членов Национального комитета Демократической партии США уже распространила письмо в поддержку выдвижения Камел и Харрис кандидатам в президенты. В письме говорится, что Харрис является сильнейшим кандидатом в президенты демократов. По данным CNN, Харрис уже поддержали более 500 членов Демократической партии. При этом телеканал прогнозирует, что ее поддержка значительно вырастет к моменту проведения съезда Демократической партии в августе. Кандидатуру Харрис поддержали бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, занимавшая ранее должность госсекретаря Хиллари Клинтон. При этом в совместном заявлении чета Клинтонов отметила, что ничто не вызывало у них такого же беспокойства за судьбу США, как перспектива второго срока Трампа. Сейчас необходимо поддержать Камалу Харрис и всеми силами бороться за ее избрание. На чаши весов будущей Америки, говорится в заявлении. Сама Харрис уже заявила, что для нее честь получить поддержку Байдена и поклялась выиграть номинацию на место кандидата. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию, дабы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до выборов. Мы будем бороться вместе и победим, заявила она. Среди республиканцев кандидатура Харрис не вызывает восторга. Так, в заявлении Национального комитета Республиканской партии США говорится, что Харрис стала бы катастрофой в Белом доме, сообщает ТАСС. Каждая неудача, которую мы видели у Джо Байдена, вывод войск из Афганистана, пограничный кризис, сокрушительная инфляция и ослабление Америки за рубежом, была совершена рука об руку с Камалой Харрис, отмечается в заявлении. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон полагает, что выдвижение кандидатуры Харрис на высший государственный пост не усилит позиции демократов, поскольку она была соавтором провальной политики Байдена. Кандидат вице-президента от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс считает, что Харрис несет равную с Байденом ответственность за проводимую им провальную политику. Джо Байден был худшим президентом, и Камала Харрис была рядом с ним на протяжении всего этого пути. За последние четыре года она стала соавтором политики Байдена по открытой границе и зеленому мошенничеству, которое привело к росту цен на жилье и продукты. Она стоит за всеми этими неудачами, и она почти четыре года лгала насчет умственных способностей Байдена, написал Вэнс в соцсети X. В то же время независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший призвал выбирать нового претендента на высшегосударственный пост от Демократической партии путем открытого голосования, а не руководствуясь решением элит. «Я призываю демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом». Вместо того, чтобы выдвигать кандидата выбранной элитой Национального комитета демократической партии, партия должна использовать нейтральные опросы, чтобы определить кандидата, у которого будут наивысшие шансы победить Дональда Трампа. «Многие американцы опасаются, что те же самые элиты Национального комитета демократической партии собираются снова сфальтифицировать процесс выдвижения кандидата, чтобы заставить крайне непопулярного вице-президента занять место президента Байдена», — написал Кеннеди-младший в X. Как отмечает CNN, если кандидатуру Харрис все же поддержат, то она станет первой чернокожей женщиной и одновременно первой азиаткой, которая будет баллотироваться на высший государственный пост. В то же время необходимо признать, что Харрис уступает в популярности даже Байдену. Однако ни один из ее потенциальных конкурентов неизвестен широкой публике так, как она, и времени на их раскрутку остается немного, отмечает BBC. Среди потенциальных конкурентов Харрис назывались губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом, Мичигана Гретхен Уитмер и Иллинойса Джей Притцкер, но не исключены и другие номинации. Тем временем предвыборный штаб Байдена уже переименован, теперь он называется Харрис в президенты. За считанные часы избирательный штаб собрал свыше 55 миллионов пожертвований. А пока избиратели платят, предвыборное шоу продолжается. С покушением на Трампа и резонансным решением Байдена, нынешняя президентская гонка обещает стать одной из самых зрелищной в истории США. А ведь до выборов еще остается более 100 дней, и основная битва впереди. Субтитры создавал DimaTorzok